В заключительном матче первой домашней серии «Динамо» сыграла с новокузнецким «Металлургом». В СК юбилейный поединок на льду не вышен за рамки трех периодов. Подробности далее. Счет был открыт уже на четвертой минуте. «Динамовец» прокатился вдоль вратарской и пробил. Шайба отскочила от щитков вратаря гостей точно на клюшку нападающего Павла Ткаченко. На исходе восьмой минуты гости ошиблись при выходе из зоны. Впрочем, за минуту до перерыва «Металлург» сократил отставание в счете. Итог 2-1. Сейчас будем работать. Хороший период задался. Быстрый темп. Задаем свою игру. Моменты есть. Надо реализовывать еще их. И будем продолжать дальше работать. Первое большинство «Динамовцы» получили в начале второй двадцати минутки. И сразу реализовали преимущество. Сразу после пропущенного гола гости получили отличный шанс закрутить интригу, играя в пятером против троих больше минуты. Однако вратарь был непробиваем. В отличие от его визави. Быстрая контратака завершилась броском в домик стража воротного Кузнецка. Счет 4-1. Итоги второго периода прокомментировал защитник команды «Металлург». Играть надо лучше, чтобы его получить. Завоевать. За шайбу цепляться, обороться, биться. Мы почему-то не готовы к этому. Никто этого не делает. Будем разбираться сейчас. В начале заключительной трети матча «Металлург» пробил защиту «Динамо» мощным броском от синей линии. 4-2. Но больше в этот вечер команда «Новокузнецка» добиться не смогла. «Динамовцы» строго сыграли в защите и уверенно довели матч до победы, которая стала первой добытой в основное время. Следующая игра состоится 25 сентября на льду «СК Юбилейный». Будет матч с командой «Капитан Иступина». Начало в 19.00. Достойная хорошая команда. Поздравляю вас.